С чем связаны? С тем, что они хотели тихо-тихо все удушить, чтобы деградировало, деградировало душу. А оно возбухло, понимаете? Побежденная держава в холодной войне, она начинает возбухать. Тогда говорят, сдобить сволочь до конца, добить этот народ, добить все это славянское быдло, раздобить его к чертовой матери, потому что иначе мы не покажем, что мы власть. Они готовятся к схватке с Китаем, для которых надо все тут разгромить в России и напугать окончательно всех. Ну что, сволочи, видели, кто хочет против нас? У них огромные цели, они слабеют. Их экономика не та, которой она была даже в 70-е годы. Все это медленно-медленно гаснет, но не так быстро, как воют наши антиамериканцы. Хватает еще пороха в пороховнице, для того, чтобы поставить оружие и многое другое. Им надо тут добиться ликвидации праздника непослушания коллективного. И так это прищучить, чтобы все еще на 20 лет запомнили, что против Янки выставать нельзя. Рим жив, Рим разгромил Митридата, Рим сделал то-то и то-то. Цели вот эти. И уверяю вас, они очень хищные люди, что же касается того, способны ли... Это у нас гламурные патриоты и патриотки будут говорить, как нельзя трогать порядок. А они смотрят на европейских мужчин и женщин, говорят, нефиг мыться, сволочи, подтираться полотенцами мокрыми, потому что надо победить Путина. Они что, в этом смысле, цаскиваются со своим населением, как мы со своим? Во! И это и есть совокупный западный господин. Более того, этому господину совсем неплохо уменьшить уровень жизни этого западного обывателя. Ну поменяется партия, что толку, да? При Николае, при Саше мы сохраним доходы наши. Значит, в этом смысле, ну, поменяется этот уровень вниз. Очень хорошо. Более рентабельная будет промышленность. Не надо будет платить этим всем несчастным француженкам и всем прочим бешеные деньги за малый рабочий день. Будут пахать, как папа Карла, и получать столько, сколько мы им скажем. Уверяю вас, это все на повестке дня. Это не художественные мои вымыслы или артистические. Это то, что я слышу. Я слышу это каждый день. То, что я нахожусь в Александровском, ничего не значит. Высоко сижу, далеко гляжу. Сергей Иванович, хочется дальше про альтернативные пути развития. Скандал с неполучением России.